Зал развилковской библиотеки студенты колледжа Московия заполнили до отказа. Ребята готовились узнать от старших о подвиге своих односельчан. Это очень важно, чтобы напоминать о наших героях войны, чтобы их не забывали. История Игоря Борисова на первый взгляд кажется невероятной. Его дед командовал ротой в самом высокогорном сражении Великой Отечественной войны. В битве за Эльбрус солдаты лейтенанта Григориянца в неравном бою преградили наступление немецкой армии, а также выиграли время для эвакуации местного населения. Я в Министерство обороны к ним обратился. Они нашли личную карточку деда, нашли наградную листь. Это был Орден Красной Звезды. Мой дед был награжден посмертно за бой на Эльбрусе по Ордену Красной Звезды. Я его нашел, я его получил, и теперь он хранится в моей семье. Сам Игорь Борисов – участник войны в Афганистане. Будучи солдатом, он решил в подробностях узнать судьбу деда. Несколько лет назад он услышал от родственников, что про битву за Эльбрус сняли документальный фильм. Я всегда думал о том, что я найду его, найду этот бой, как погиб, я знал об этом. И, наверное, мысли материализуются, вот они материализовались, вот этот фильм. Поводом для сегодняшней встречи стало 78-летие со дня начала контрнаступления советских войск. 5 декабря 1941 года они разбили ударные группы немецкой армии. В битве под Москвой принимали участие и жители развилки. Более 10 из них награждены медалями. Мы должны это сохранить у себя, передавать это своим детям, передавать внукам. А ребята, которые сейчас, молодое поколение, должны своим детям, внукам, правнукам, мы никогда не должны забыть эту войну. Глава сельского поселения Развилковская Марина Камардина рассказала об истории своего отца. Те события, о которых мы говорим сегодня, они для вас очень далекие, ну, наверное, и для меня тоже. Но мой отец воевал, и как бы я являюсь дочерью человека, который прошел войну. И с глубоким уважением, с глубоким почтением отношусь к поколению победителей. Оно и есть поколение победителей. Для вас это деды, прадеды, ваши дяди, тети, возможно. Самые юные участники встречи тоже знают героическую историю своих предков. Прадед Полина Голомазовый сражался на Курской дуге. Девушка с теплом вспоминает рассказы родителей о нем. Надо ценить и уважать то, что наши предки, бабушки, дедушки делали для вас, потому что мы живем в мире только ради, ну, только благодаря им. Участники встречи – потомки победителей в Великой Отечественной войне. Три собравшихся поколения подтвердили важный постулат. Подвиги героев живы, пока о них помнят. Арсений Рогозянский, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.